Всем привет, чуваки! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня не столько новогодний рождественский выпуск, сколько, наверное, мотивирующий. И почему в декабре, 24 декабря, я вдруг достал велосипед с балкона? Дело в том, что вчера был очень такой яркий эпизод, который объясняет, что нужно делать. Мы покупали Алисе пижаму. Стояли в примерочной. Алиса за шторкой переоделась, показывает мне пижаму. Говорит, классная пижама, все ништяк, здорово, я смотрю, действительно, очень красивая. Подходит, все супер. Алиса зашторивается, переодевается, расшторивается и говорит, блин, забыла фотку сделать, хотела. Ну ладно, уже не буду. Я говорю, нет, блин, если ты хочешь, сделай. Прям сейчас. У тебя же возникла мысль, когда вот этот щелчок появляется, типа, блин, надо бы сделать. А потом включается другой щелчок, типа, лень или там забывчивость, или еще что-нибудь. То есть сначала забывчивость, возможно, потом лень. И Алиса такая, окей, ладно, давай. Зашторивается, переодевается еще раз, фоткается, получает офигенно классную фотографию. Можете, кстати, подписаться на Алису в Инстаграме. И это показатель того, что нужно делать то, что ты хочешь, что у тебя вот внутри. Ты вот захотел порыв какой-то к творчеству или просто к какому-то классному действию. Так вот, декабрь, конец декабря. Немножко совсем до Нового года, неделька буквально. И у меня порыв покататься на велике. Почему бы и нет? Субтитры сделал DimaTorzok Офигенное чувство покататься зимой. Особенно, когда нету снега. Особенно, когда... Вот, блин! Это очередное доказательство того, что ты получаешь просто невероятное удовольствие от того, что ты ломаешь какие-то стереотипы. Или делаешь не как всегда, или не как все. И зима, да, зима, декабрь, 24-е. Нет снега, все равно же зима. Беру велик и иду кататься. Офигенно! Что я не делал до этого, не знаю. Но, опять же, в этом, наверное, радость таких событий, что они случаются по щелчку и вот так вот разово. Между прочим, мы с Алисой друг другу подарили такие велосипеды. Свой я продал. Это Алискин. Но он у нас сейчас как домашний для тренажера, для станка, так и вот для покатушек, для таких. Сейчас вообще немножко низкая погода. В том плане, что я в шапке, в куртке. Могу, конечно, снять и просто пойти, и будет неплохо. Но фишка в том, что нету грязи, нету дождя, ничего нет, луж нет. Вот. И мы подарили такие велики друг другу на Новый год. Если я не ошибаюсь, это был первый, да, это был первый год здесь. Первый Новый год здесь. Первый мой велосипед назывался Школьник. Я думаю, у многих моих ровесников, наверное, был тоже первый велосипед Школьник. Или Кама. Возможно, Салют. У брата был Салют. А у папы был Турист. А, четырехскоростной спортивный велик. Вот. У меня был Школьник, и папа меня учил в Омске. На Крупской, около 133-го лицея. В общем, 74-й лицея там тоже недалеко. Я не помню точно, какой был 133-й или 133-й. Просто мы там не учились. И на стадионе этой школы папа учил меня кататься на велике. Сначала толкал без всяких вот этих вот дополнительных колес, которые там сзади обычно. Толкал, толкал, а потом отпустил. Я поехал. Папа, привет. Спасибо, что научил кататься на велике. Кстати, я пользуюсь вот таким вот велокомпьютером Битвин. Фирма Велика тоже Битвин. И компьютер очень классный. Мне нравится, показывает скорость, дистанцию. Ну, в общем, все там, время. Все по стандарту, что требуется от таких простых велокомпьютеров. Субтитры добавил DimaTorzok И так же то, что не приехал в грузовой лифт, тоже не проблема. Только что протер очень хорошо. Практически помыл велосипед. Потому что, как я и говорил, я катаюсь на улице, а Лиска катается дома. Ну, и я тоже дома катаюсь. У нас есть станок, на который сейчас будем ставить велик. Вот, казалось бы, там огромная комната, в которой можно ставить велик, но очень не хочется его туда громоздить. Там всегда хочется воздух и пространство, чтобы было. Ну, то есть, вот максимально свободная территория. А спальня самое то, чтобы установить сюда наш велотренажер. Вот такая вот получается площадка. Откуда можно брать велик и куда можно его ставить после прокатушки-прокатушки. Конечно, не в тапочках нужно крутить, а в кроссовках. Но все же, вот, можно теперь и дома гонять. Что касается принципа захотел, делай. Давайте немножко обернемся и посмотрим, что там в этом году было такого, что, типа, вот именно по этому принципу было сделано. Но перед этим все всегда говорят, типа, вот в этом году давайте вспомним, что было классного, что мы успели сделать, что мы сделали. А давайте мы лучше вспомним, чего мы не сделали. Например, я в этом году ни разу не катался на своем трюковом скейте. Ну, на классическом, в общем-то, на простом скейте. Типа Оли, кикфлипы, вот это попшует. Я ни разу не катался, хотя есть возможность кататься в скейт-парке, есть возможность кататься по парку, там, где мы сейчас катались с вами на велике. Есть просто возможность кататься, когда мы ездим колесиным родителям, просто у двора кататься. Я всегда думаю о том, что вот сейчас прокачусь. И каждый раз вот эта фигня срабатывает. То есть я хочу, но ленивый человек во мне говорит, «Да ну брось, ну чё, сейчас тебе надо кроссовки перебывать, иначе ты эти раздербанишь об шкурку». И за вот это мне прям стрёмно. Я столько лет хочу научиться кататься нормально на скейте, несколько трюков каких-то выучить, что я до сих пор этого не сделал. Уже больше 15 лет, наверное, я... У меня есть список. Реально, лет 15 назад я составил список из «Оли, кикфлип, попшует, там, фифти-фифти» и всё пошло-пошло-пошло. И я научился только «Оли» и «Попшует», и чуть-чуть полу-кикфлип. Это обидно. Я до сих пор не выучил английский язык. Это, конечно, звучит, ну, стрёмно. Я... Теперь я понял, что нельзя выучить английский язык. Можно только им заниматься и совершенствовать в себе тот уровень, который у тебя есть, постоянно повышать. В какой-то мере, за счёт путешествий, он, наверное, немножко поднимался. Скорее, наверное, закреплялся, чем поднимался. Но, в общем, в следующем году я просто буду заниматься английским, стараться жить вторым языком. Вот. Я не записал акустический альбом. В целом я не записал ни один альбом. Потому что мы просто с Тохой переделали один альбом. То есть создали новый альбом из старых треков, самых злых собрали их и вот выпустили весной. Я так и не записал ни одну песню новую, хотя они есть. И это тоже мой косяк. Ну, возможно, я сочту это, что 2019 год творческого отпуска. Пусть будет так. Я купил стрёмный компьютер. Но я выкрутился из этой ситуации, и теперь у меня не стрёмный компьютер. Да. Это, что касается истории с Деллом. Ну, стрёмный для меня. Для многих Делл – это отличная компания. И, возможно, вам попался без косяка комп. А теперь давайте по плюсам. По тем вариантам, где я хочу, я сделаю. Ну, во-первых, Новый год, прошлый мой день рождения, в частности, начался с поездки в горы. Мы захотели, мы поехали в горы, мы офигенно отдохнули, мы потусили у моря. У нас уже это в традиции, наверное, каждый Новый год начинать с поездки на море. Мы съездили в Амстердам. Мы побывали в Нидерландах, мы побывали в Бельгии. Амстердам, Брюгге, Брюссель. Алиса, то же самое. Хотела отправить родителей в отпуск, а потом подумала, что, блин, хочу тоже. Пожалуйста, хочешь, бери, сделай. Взяла и сделала, съездила, слетала в Турцию с родителями. Отлично. Алисина опять мечта. Я хотела, ба-бам, исполнилось. На месяц мы улетели на Бали, пожили на Бали. Офигенно. Просто захотели и сделали. Не просто, типа, захотели и сделали все на блюдечке, а захотели, потрудились и сделали все, чтобы это исполнилось. Ну, в общем, это самые, наверное, такие события из положительных, наверное. Много случилось чего нехорошего. Сегодня 24 декабря. Я уже об этом несколько раз вам сказал. Не просто так. Сегодня сочельник у греков. И сегодня у католиков сочельник. И я вас всех поздравляю с праздником. Вы уже смотрите в Рождество, 25 декабря. Чего-то не сказал января почему-то. И празднуйте с семьей, в теплой атмосфере, ламповой, и чтобы все было хорошо у вас. Спасибо, что посмотрели этот влог. Оставляйте комментарии. Оценивайте его лайком, дизлайком. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь вместе с нами. Новый год будет, ух, совсем другой. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok